Возлюбленное Господи, Отцы, Матери, Братья и Сестры. Спасибо, Господи, за ваши святые молитвы. Сегодня на Божественной Литургии мы читали Евангелие от апостола ангелиста Марка, в котором были слова «Господь наш Иисус Христа», как всегда, очень важные, очень глубокие. Но, может быть, эти слова Христовы, они одни из самых важных слов, потому что они о вере. А вера — это единственный инструмент познания, это вера. Мы познаем, когда веруем. Обычно мы познаем от учителей, которые учат нас, и если мы веруем учителям своим, своим родителям, своим старшим, взрослым людям, то тогда мы, или просто незнакомым людям, которые делятся с нами информацией, то мы тогда с вами приобретаем знания. Но еще есть очень важный момент в вере, что мы можем веровать истине, а можем веровать лжи. Когда нас обманывают, мы тоже верим и принимаем какую-то информацию бесконтрольно, бесцензурно и обманываемся. И, значит, ничему не учимся часто, а просто приходим ни во что. Поэтому веровать надо стараться истине, а не лжи. То есть перед тем, как веровать, человек должен понять, кому он сейчас будет верить, чему он будет верить. Проанализировать. Все-таки критическое мышление обязательно должно быть в нас, а не просто веровать вообще всему, что говорят. Поэтому и детей учат. Есть даже детская игра такая «верю-не верю», чтобы ребенок умел различать, где правда, где неправда. Веровать надо правде, веровать надо истине. И вот, братья и сестры, тогда мы можем спросить, а кто есть истина, что есть истина? Спросил Пилат Иисуса Христа перед распятием. Он спросил, за что они хотят тебя убить? Я возвестил ему истину. Вот за это ответил ему Христос. И Пилат раздал руками, а что есть истина? То есть он взрослый, умный человек, образованный, военачальник, управитель иудейской страной, но он не знает, что такое истина, проживший в жизни. И философы, наука философии, она существует уже тысячи лет. И предмет науки философии, главный предмет, главный смысл существования науки, это поиск истины. И философы эти, мудрецы земные, они тоже разводят руками, говорят, мы не знаем, что есть истина. Но что есть истина, или точнее, кто есть истина, знает любой ребенок, маленький мальчик или девочка, который посещает воскресную школу в православном храме. Они ответят, как вы не знаете, мудрецы, кто есть истина? Христос есть истина. Другой истины не существует. И Пилату тогда Господь, когда он развел руками, а что есть истина, ничего не ответил. Потому что Пилату не нужен был ответ. Он верил в свой разум, в свой опыт. Он считал себя самым умным. И считал, что раз он не нашел истины, Пилат, вот самый умный, по гордыне считая себя так, то истины не существуют. То есть, опять же, и любой гордилевый человек считает, если я не нашел истину, значит, ее нет. Потому что у меня и меня людей не существует. Я сам умный во Вселенной, во всей истории честной. Вот так вот гордыня ослепляет нас. Если я не заработал на какую-то машину, значит, заработать честно на нее невозможно. Значит, ее украли. Вот у кого есть дороже машина, это только у вора. У кого есть дороже дом, чем у меня, только у вора. Потому что я самый в мире во Вселенной трудолюбивый, самый трудоспособный и самый способный человек. Честно заработаю. Я работаю честно, никогда не ворую. Еще гордыня ослепляет настолько, что человек не видит, что там он обворовал, там он обманул. Даже обман – это воровство, обман начальствующих, когда человек выслуживается перед начальником, покажет мнимые свои труды, мнимые подвиги, чтобы получить какие-то награды. Это уже есть воровство, это уже есть нечестность. Но обслепленный гордыней, который считает, что он самый лучший в мире работник, он этого не видит. Считают, что я очень честно работаю, и все, что я заработал, это невозможно в природе никому заработать больше. Потому что никто в мире не трудолюбивый, не честнее меня. Я самый честный в мире человек. Очень много людей так считают. И поэтому мы слышим, что они украли, они украли на тех, у кого есть больше какие-то имения. Вот это вот голос гордыни, они украли, они украли. Они у нас воруют, поэтому у них там дороже машины, домовая квартира. Голос гордыни – голос зависти, голос осуждения. Вот они украли, показывая на кого-то пальцем. И вот братья и сестры, конечно же, люди, которые обольщены своими грехами, свою гордыню, они истинно не видят. Они говорят, что есть истинно. И Христос им не отвечает. Как им ответил Пилату? Что есть истинно? Потому что Пилату не нужен был ответ. Даже если бы ответ он услышал, если бы ему Христос сказал, как и апостолам, а здесь истина и жизнь, и путь и жизнь, Пилат бы сказал, Бог в душе, Бог в душе, как и говорят там нынешние самые лучшие люди на земле. Они говорят, Бог в душе, в храм ходить не надо, Бог в душе, исповедоваться не надо, Бог в душе. Что вы там рассказываете, о том, что скоро умрем, о том, что вечная жизнь, о том, что надо молиться, поститься. Зачем нам это рассказывать? Бог в душе. Вы хотите заманить в храм, чтобы мы свечку купили за целых 2 рубля, а ради этого стараетесь? Бог в душе, Бог в душе. И поэтому таким людям, у которых Бог в душе, в кавычках, которые вот эту формулу, эту мантру повторяют, им, в общем-то, о Христе говорить не надо, потому что это им не нужно, они не хотят это слышать, не прячутся в Христе, в своем Бог в душе. И Господь не ответил Пилату, что есть истина, но сказал апостолам, а здесь мы истина и путь и жизнь. И вот, братья и сестры, в жизни этой надо верить только Христу, в первую очередь, главным образом. И он говорит, что я есть учитель, и я есть отец. Вот отец, да, можно верить учителям и нужно верить учителям, когда они учат земным наукам, что дважды два из четыре. Да, нужно и можно верить родителям своим, которые они говорят, вот не воруй, будь послушным. Но вместе с этим мы должны понимать, что эти люди наши земные, они грешники, они находятся в самообмане, и раз они себя обманывают, то они обманывают и окружающих, безусловно. Очень часто те, кто нас учат, мама, папа, учителя, педагоги, это люди не церковные вообще. То есть люди, которые... Бог души, Бог души, Бог души. Которые не понимают, что жизнь короткая, что мы скоро умрем, и что надо будет ответ давать на страшном судище Господнем. Они этого самого простого, самого очевидного, вот то, что перед нашими глазами происходит, они не понимают, не видят, они слепые, они глухие, не слышат ни Бога, не видят ни того, что люди умирают каждый день, стареют очень быстро. И старики, пожилые люди говорят, вы знаете, даже понять не могу, как так быстро жизнь пролетела. Вот понять даже не могу. Вот так быстро жизнь проходит. И все теряешь, эти учителя, которые нас учат, не понимают, что старики, посмотри старика, что... Или хотя бы подумай над ним, пусть он тебе не скажет, потому что, может быть, и старик сам от себя это отгоняет. Но ты пойми, что этот старик все теряет, все теряет, все, что добивался в свою жизнь. Теряет работу, уходя на пенсию, теряет деньги, которые он имел, потому что инфляция, воры, все что угодно. Обнуляют все его сбережения, теряют близких, потому что немногие хотят возиться со стариками, и от них ничего не получишь, кроме укоров в том, что вы нам что-то должны часто. И, конечно, ухаживая за пожилыми людьми, человек получает богодать Божию, но если делает это ради Христа, ради служения Богу. А если ради того, чтобы получить, то ничего другого не получает. Если ради эгоизма, то ничего не получает. И вот старики все теряют, а наши учителя даже научить нас этому не могут. Не могут научить тому, что вы, ребята, дорожите, дети, дорожите жизнью своей. Вы будете богатыми, проживя свою жизнь, если у вас будет в вашей жизни много молитвы, будет много исповедей, будет много причастия, много храмов вы построите, много добрых дел сделаете ради Христа, вы будете богатыми тогда. А если вы просто будете обманывать, обворовывать, собирать деньги, то какое же богатство у вас будет? Никакое не будет богатства. Все ближе-ближе смерть, все ближе-ближе ответ за все злодеяния, все ближе-ближе ответ за то, что ты посвятил жизнь стержанию или воровству денег. Сейчас умирает один очень богатый человек от рака. Может, не умирает, может быть, очень известный во всем мире русский предприниматель, очень талантливый человек предприниматель. Все, за что он брался в жизни, брался за незнакомые дела, в которых был не специалист, за любой бизнес, у него все получалось. Очень творческий человек. И когда я спрашиваю ваши мысли по поводу вашей жизни, вашей болезни, он говорит, что единственное, о чем я больше всего в жизни жалею, о том, что я посвятил столько времени зарабатыванию денег. Вот. Это мне ничего не принесло. Того, чего я хотел. Надо было потратить жизнь на другое. Вот этому научить не могут нас, учителя. Что надо потратить жизнь на стяжание чего-то настоящего, доброго. Служение Богу, служение людям. Не могут. Поэтому, когда они говорят 2G24, мы должны верить. Когда они говорят нам о смысле жизни, о том, что надо выйти замуж или жениться, чтобы стать счастливым, этому верить не надо. Надо выйти замуж или жениться, чтобы не для того, чтобы стать счастливым, обрести земное счастье, эфемерное, быстрое, суетное, призрачное, для того, чтобы спасти душу, для того, чтобы научиться самоотвержению, прощению, милосердию, кротости, неосуждению, смирению, для того, чтобы научиться служить ближнему своему, ибо это средство для стяжания любви. Замуж выходят, чтобы совершить подвиг крестоношения и обрести любовь. Они по любви заходят замуж или женятся. Потому что в начале пути ни у кого любви нет у нас. Ни у кого. И этому научить нас не могут эти учителя, которые от Бога не учатся, которые говорят, у нас Бог души, Бог души, Бог души, и в храм не ходят. Но мы должны приходить в Дом Господень и от Бога научаться. Если мы от Бога не научаемся, то тогда, что ж, грош цена этому утверждению, что Бог души, чему ты можешь научить остальных. Вот наученные вот этими родителями, учителями, которые Бога души, Бога души, и которые сами входят не в храм, они Бога души, Бога души. Вот эти люди с грустными лицами, разочарованы люди, которые по 3-4-5 раз уже были замужем, только официально развелись или женаты. А сколько раз спали с разными блудными партнерами или партнершами, и числу не поддаются. Вот Бог души, Бог души. Вот. Ищущие счастья, Бог души, Бог души. Вот. А в храме Бог, Он не только в душе, Он еще и в храме, Он еще и в жизни, Он еще везде и всегда. Не только в душе, а в душе. Он еще и в делах должен быть, и в поступках. И вот, братья и сестры, сегодняшний Евангелие очень важно, потому что оно говорит о том, что у нас вера. Верой можно передвигать горы. И Господь говорит в сегодняшнем Евангелии, что, а если будете иметь веру, то скажите горе, если двинься в море, и не усомнитесь, то есть не размышлите в сердце своем, а с верой это сделаете, то она покорится вам. Вот такую благодать дает нам Господь. Вот через веру, такие чудеса совершать, непосильные, человеческим, физическим силам. Двигнесь в горе в море, и она двигнется, если не размышлите в сердце своем. Что это значит? Это значит, человек имеет такую веру, вот он верует в Господу, что вместе с Господом, поверив в Господа, в вере в его силы, благодать, он может горы передвигнуть. А все остальное не важно. Ни законы физического тяготения, ничего не важно. И человек, помолившись, приказывает и горам, и людям, и природе, и силам стихии, и воде. И мы с вами знаем, что нарушают законы притяжения, что многие святые ходили по водам, как и Господь. Многие святые вызывали дожди или засуху по молитве, и Господь их посылал людям, как пророк, или я еще даже в Ветхом Завете. Многие святые по их молитве воскрешались мертвые, и другие чудеса совершались. Вот иллюстрация того, что значит, если будете иметь веру, то и горе скажете. А Марков Фрачевский, он и эту заповедь дословно исполнил. Он говорил, говорит, двигнись, и горы двигались. И многие святые совершили многие великие чудеса, как сказал Господь. Верую в меня, еще больше чудеса святые, чем я здесь на земле. И не размышлять сердце. То есть не начнет размышлять, приказав горе, начнет тоже размышлять в сомнениях, а как она двигается, она же там такая огромная, она тяжелая, а я такой маленький, кто я такой, и так далее. И начнет сомневаться, а гора, конечно, никуда не двинется, когда человек сомневается. И далее в сегодняшнем Евангелии говорится, все, ирика в молитве, молящийся просите, будет вам, а сейчас верою просите. То есть вот такое удивительное нам сегодня заповедь дает Господь, такое удивительное откровение о том, что человек верою может совершать великие чудеса. если у него есть действительно настоящая вера. И, конечно же, сразу же слышно, как в нашем сердце и в сердцах людей, которые ходят в храм и тоже начинаются возражения. И говорят, как это, почему, а почему у меня такого нету, почему по моей молитве горы не двигаются, почему я хожу, молюсь за своих близких, прошу им исцеления, они не исцеляются, они продолжают болеть, почему в конце концов, я за себя молюсь и сам продолжаю болеть, почему я молюсь и не получаю работу, почему я молюсь и не выхожу замуж, и не женюсь, и так далее. Вот у меня не исполняется, я молюсь и не получаю прошения. Вот, у меня-то вера есть, я же верю в Бога, я же верю и что так будет, что Господь исполнит мою молитву, что надо служить молебенем, что надо почитать Акафис, область вне Батюшки, что надо исповедовать, заключаться. Я же в это верю, у меня же вера есть, но братья и сестры, конечно, вера есть у каждого человека, людей без веры вообще в природе не существует, только глубоко психически больной человек вот не верит ничему, никому, ничего не верит и только верит тому, что происходит в его сердце и вот этим всем поврежденным его мыслям. Но вера есть у всех, братья и сестры, но вера есть разная, разного количества, разного веса, объема. Измерить веру в себе человек не может адекватно, потому что его весы, на которых он взвешивает свою веру, они повреждены, там гири просверлены в этих весах и стрелки подтянуты, эти весы подкрученные, потому что они подкручены в какую сторону? В том, чтобы показывать вес, как у обманщика-продавца. Он может сто килограмм, точнее, весит, может сто грамм какого-то продукта, мяса или конфет, а весы показывают сто двадцать, то есть больше, чтобы он украл часть денег. Вот если кто-то так делает, вот наши весы, то есть эти весы называются самооценка, мы оцениваем сами себя, эти весы наши подкручены, и там не двадцать, не двадцать грамм, к ста прибавляются, а там тысячи грамм прибавляются к двадцати граммам. Если у нас вера вот такая, какая-то мизерная, как пылинка, то мы себе рассказываем, что у нас вера огромная, вера большая, мы прищем в храмы, молимся, вот какая наша вера, читаем утренчерние молитвы, вот какая наша вера, вот так себя оцениваем. Если у нас мизерная пылинка милосердия, кротости, доброты, то мы себе расскажем, что мы очень добрые люди, очень милосердные, вот три года назад что-то подали милостыню три копейки, очень милосердные, очень. Если у нас вера в Бога на морском нет вера большая в чем это вера а то что в душе я верою в душе видите позволяю верить тебе что бог есть а другие которые храмы строят который молится который посты совершают у них какая вера посредством и фанатики религиозные у меня сама большая вера в душе главное дел никаких не имеет никаких добрых дел не молитвы и покаяния трудиться вообще христианика вот это и самый река вера врет он себе вот это есть безумно подкручены весы самооценки перекручены в какую-то сатанистскую сторону увеличиваешь и многократно как бинокль до увеличивает многократно то что маленькая покажет большим осенью посмотреть если развернуть его обратно этот бинокль топа наоборот показывает большой маленьким как вот в известном фильме некий персонаж делал и точно тоже это самооценка когда мы берем свои добродетели добрый дом показывает увеличенном смысле когда когда мы смотрим на свои грехи переворачиваем бинокль и видел всего меньше на грехов у меня вообще нету вот так лукаво мы с собой ведем себя искажая реальность и поэтому конечно же мы не можем увидеть того что вера наша очень маленькая по сравнению с верой святых тех кто совершали эти чудеса серафима саровская серия радунинска пророка или николай американских чудотворцев и поэтому братья сестры в городе двигаются мы не целевая наши ближние продолжат пить наркомании никакой помощи мы им дать не можем на работу устроиться не можем замуж или жениться тоже выйти не можем потому что вера наша маленькая она свои корыстно что надо делать чтобы эту веру величить конечно просить бога ли господь сказал все или комморите просящийся просите сферы будет вам веруйте что можно и спросить у бога веру вот это великий дар самый главный дар не выйти замуж не жениться не обрести новую машину или новую должность или здоровье обрести веру потому что с помощью веры все будет нашей жизни все будет вера и гора будут двигаться и мертвецы будут оживать главный мертвец я сам омертвевшие греховцы будут оживать просить у бога веру но опять же братья сестры когда мы просим снова лезут сомнения размышления которые мешают и значит вера наша стоит молитва наше солнце тщетно молитва снится маловерный что тогда нужно делать господь говорит дальше дали сегодняшнем евангелии а когда просите что-то то акцию сердца отпускайте все что имеет против вас то есть прощайте всех людей которые что-то сделали нам неприятное да и вы прощены будете то есть господь нам говорит сегодняшнем евангелии что главное это не спросить у бога что-то пусть даже веру не спросить у бога новый автомобиль новую должность нового мужа или жену или здоровье для себя а главное получить прощение грехов вот ради этого вера вот ради этого молитва от ради этого духовно жить снять эту грязь греховную которая внутри нас иначе не войдем в царстве небесное иначе не сможем стать счастливыми грешный обманщик горделивый блудник вор завистник осуждающий не может быть счастливым человеку не может быть светлым человеком радостным у него все время кривизна в душе все время скорбь и горечь от греха и такого таковой человек который в котором есть нераскаянные грехи в котором есть нераскаянные страсти он не может войти в царство небесное не здесь на земле ибо она здесь уже начинается нашем сердце не вечности не может жить он может себя обманывать что у меня нету грехов что я правильный что меня простит господь точно так же как это делать но практически все на земле люди кроме святых обманывают себя и говорят у меня нету грехов мне не в чем исповедаться даже в храм заходить вообще незачем и обманывать себя каждый человек который готовится к исповеди хоть как-то я один обман я что-то скажу вот вспомнил здесь перед исповедью и скажу вот и все мои будут грехи а больше у меня грехов нету все грехи поиспоедали перед священник после того послушал три греха на и на исповеди за три месяца добрый все три греха было за три месяца еще раз переспрашивается еще до всего три греха было за три месяца чек с глубокой уверенностью отвечает так это или нет ну конечно не то не может быть три греха даже за полчаса их гораздо больше но человек верит в то что у него всего три греха есть вот такая вера у него и многие верующие даже кто готовится к исповеди они веруют что у них там всего 5 или 10 грехов поэтому братья и сестры мы должны и вот от этого вера наша малая и того что есть нераскаянные грехи то что из кожи искажается истины от того что мы хотя бы не каюсь а в том что у нас сомнения мучают мучают сомнения вере сомнения в боге нас мучает себя любя и эгоизм нас мучает осуждение и зависть вот эти страсти нас мучает они отвлекают нас от веры они отвлекают нас от молитвы они отвлекают нас от духовной жизни они оскверняют нашу душу заполняют нашу душу грехами порабощают нас и нам уже не до молитвы уже не до исповеди до причастия в этом надо каяться тоже глубоко готовить к исповеди и конечно прощая всех людей которые что-то нам сделали неприятно потому что мы сами всем делаем неприятно мы грешники и они грешники все мы грешники и все мы делаем другу неприятно и поэтому злобиться на кого-то кто что тебе что-то сделал это нельзя потому что не прощены будет твои грехи потому что ближний твой такой же как ты абсолютно надо прощать всех прощать или глубоко прегрешение своя от них очищаться чтобы видеть господа потому что когда ты в грехах весь когда твое внимание ум сердце душа силы души на время язык талант способности заняты тем чтобы кого-то осуждать высматривать у кого дороже машина у кого и завидовать и страдать у кого дороже дом у кого лучше должность заняты тем чтобы как бы украсть и обмануть потом похихикать сказать что не крал вот этим занят ум когда тем занят блудными страстями не может оторваться с ребра любим как же больше заработать денег зачем ты и сам не знаешь но как бы побольше чтобы превозноситься над кем-то когда наше ум и сердце заняты страстями не может быть у нас веры не может быть вера тоже требует сил тоже требует внимания когда мы в этой грязи находимся мы не можем видеть господа который рядом с нами все время живет ходит не отступает не отходит от нас и поэтому мы живем когда живем в грехах всех нераскаянных когда плохо готовимся к исповеди или не исповедуемся вообще мы видим господа живого рядом с нами и подвергаемся суетным страхом а что будет а будет ли война а а будет ли болезнь а будет ли эпидемия а умру ли я будет конечно хочу бы быть и война и эпидемии смерть все мы умрем будет и бояться то они ничего живем страха живем в грехах и не видим бога который рядом с нами совершать великие чудеса каждый день поэтому мы должны очищаться от грехов хорошо готовиться к исповеди глубоко готовиться к исповеди прощать всех людей которые что-то нам сделали потому что мы делаем людям что-то и многое вот очищать свою душу просить у бога веры а не новый автомобиль просить у бога веры а не новый дом или нездоровье пусть это будет потом нас про веру мы спросим у бога что иметь возможность двигать горы и ходить по водам воскрешать умершие и менять жизни свои и ближних своих веру дай нам господи умножи у нас веру вот чего просить и тогда братья сестры конечно же исполнится то что сказано богом вы базе есть те силы сыновей божии все все дети божии всем дана власть и сила уподобляться господу и совершать великие чудеса если вот вера господь будет через нас мы это видим как это увидели святые своей жизни но были послушны воли божьи не только и спрашиваю веры только очищали свою душу покаянием а еще исполняли волю божию и видели что воля божия всегда торжествует исполнять еще волю божию надо отсекать свою душу в своей душе своей воли я хочу так поэтому боюсь будет так или нет как я хочу нет я хочу вспомнить волю божию а не свою и вот святые были на послушанию бога через послушание церкви через послушание гумену наместнику настоятелю благочинному епископу и патриарху выполняя то что им давали послали преподобного серафима на просворню шел на просворню послали в гостиницу в гостиницу дьякона болтали значит дьяконом куда не посылали он везде шел оказывал послушание исполняя волю божию и просил бога помощи видео что вот чудеса божие совершаются что вот с помощью божия находясь на послушании церкви можно совершать великие чудеса а тот кто бродит там и кричит что у него бог в душе на каком послушанию бога находится что он для бога делать никакое это не послушание ничего не делать поэтому ничего не увидеть никаких чудес божиих и и поэтому вера его конечно не умножится никак потому что умножить веру можно только когда видишь что исполняется словеса божие исполняется воля божия в нашей жизни только через исполнение воли божьей можно умножить веру и очищение души и помоги нам господи чтобы мы были на послушании господа исполняли его святую волю чтобы мы очищали свою душу таинстве исповеди и покаяние чтобы он простили от всего сердца всех кто что-то нам сделал неприятное плохое или злое и братья и сестры тогда конечно будут двигаться горы воскрешать мерки будем ходить по водам и летать по воздуху с господами многие чудеса будем совершать уже здесь земной жизни самое главное чудо свершится в нашей душе наше жизнь это любовь которая есть плод а не начала не по любви выходят замуж а для того чтобы получить любовь не по любви уходят монастырь она чтобы обрести любовь обрести христа ведь бог если бы христос если вот другой любви нет замуж выходит чтобы обрести христа то есть любовь монастырь уходят чтобы обрести христа то есть любовь они потому что уже обрели уходят тогда уже не надо никуда выходить если тебя любовь и монастырь не замуж все любовь и то есть спасение есть финальная главная точка нашей жизни поэтому помни нам господи чтобы мы спрашивали у бога молитве веру чтобы мы исполняли волю божию святую находясь на послушании церкви чтобы очищали свои души чтобы обретали любовь которая никогда не скудевает и не заканчивается и делает нас спасенными радостными светлыми возводит нас на новое небо и на в новый иерусалим вводит здесь и вечности со всеми святыми от века богу угодившими аминь а